Организованный тур в Египет с 30 января по 8 февраля 2022 года. Организаторы тура Игорь Торик и Анна Бенина. Гид Игорь Торик. Видеодневник. Завтрак на теплоходе в трехдневном круизе по Нилу. Ресепшн на теплоходе. Элементы интерьера. Спортзал. Бассейн на верхней палубе. Утренняя прогулка по Асуану. Железнодорожный вокзал. Торговая улица. Получение сока из сахарного тростника и его дегустация. У одного из магазинов по продаже восточных специй. Шафран. Один грамм за 30 долларов. Прогулочная часть города. Вблизи Нила. Инсталляция. Каменная лодка с пассажирами. Рядом с нашим теплоходом у причала стоят другие похожие туристические суда. Съемка через окно нашей каюты. А это через окно другого борта. Теперь снимаю с верхней палубы. Субтитры создавал DimaTorzok Режим Шуточки горничной Снова снимаю из каюты. Подходим к городу Ком-Омба. Здесь мы осмотрим необычный храм двух богов Собека и Гора. На подходе к храму огромное количество ларьков. Карта с достопримечательностями этой части Египта. Течение Нила. Новая Асуанская плотина. Озеро Насера. Старая Асуанская плотина. Храм был построен во времена эллинистического Египта при поздних Птолемеях в 180-47 годах до новой эры. Некоторые дополнения в храме были сделаны позже, в римский период. Все элементы храма, включая двойной входной проем, симметричны относительно его центральной оси. Таким образом, две части храма, посвященные двум богам, одинаковы. Фигуры на разных колоннах одинаковые, но в руках у них изображены разные предметы. Одна половина храма посвящена богу-крокодилу Собеку, богу Нила и Плодородия. Вторая половина храма посвящена богу-соколу, гору-старшему, богу неба и солнца. Считается, что эти два бога противодействуют один другому. В окрестностях храма найдено много мумий-крокодилов, которые экспонируются в находящемся рядом музее крокодилов. Большая часть храма была разрушена разливами Нила, землетрясениями и более поздними поколениями, которые использовали его элементы как материал для других построек. Некоторые барельефы внутри храма были испорчены коптами, для которых храм служил церковью. Гнезда в каменных блоках для соединения этих блоков с шипами. Интересно, что капители колонн, близко расположенных одна от другой, разные. Древнеегипетский календарь на стене. Год состоял из 12 месяцев по 30 дней и к последнему месяцу добавляли 5 дней. Совершенно уникальное изображение хирургических инструментов древности. Нераскопанные остатки каких-то сооружений. Файтонщики предлагают довести до причала. Входной пилон в храм Гора в городе Этфу. Это на расстоянии в 65 километров от предыдущего храма на север, вниз по течению Нила. Рельефы на наружной стене входного пилона. Через проем в пилоне проходим в первый двор. Храм был построен во времена Птолемеев, между 237 и 57 годами до нашей эры. Он был сооружен на месте более раннего храма меньшего размера, также посвященного гору. Колонные залы храма Гора. Надписи этого храма представляют собой одно из самых больших собраний и иероглифических текстов греческого периода. Они имеют большое значение для изучения египетской филологии, мифов и религии эллинистического периода Египта. Изображение Гора с орлиной головой в виде статуи. И такое же изображение Гора в виде рельефа. Гора в виде статкана Рельефа